Когда меня Африка стал знакомить просто с этой тусовкой, которая была, как-то так получилось, что первое, на что я нарвался, это на Витю Цоя. На Витю Цоя, на его концерт. И мне это так понравилось. Потом мы с Африкой пошли туда, за кулисы, познакомились. Значит, я сразу сказал, он там пел эту песню «Перемен». Я говорю, Вить, вот, знаете, я сейчас начинаю снимать картину, я не знаю, еще сценария-то толком. Но я могу вам дать честное слово, что она закончится песней «Перемен». А только вы можете ее год нигде не петь? Он говорит, да, могу. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Но Виктор мечтает о главной роли в большом игровом фильме. Поэтому неожиданное предложение режиссера Рашида Нугманова для него настоящий подарок судьбы. Музыканту предложена главная роль в картине «Игла». Из-за съемок придется прервать концерты, предупреждает режиссер. Но Виктор даже не раздумывает. Так впервые он приносит музыку в жертву экранной славе. 1988 год. Съемки фильма «Игла». У картины голос и лицо Виктора Цоя. На фоне дерзкой драматургии и необычной символики его новые песни звучат как манифест последнего героя. Здесь, в Казицком переулке на Пушкинской площади, режиссер Рашид Нугманов снимал одну из главных сцен картины. Это начало фильма «Игла» и новой киношной карьеры музыканта. Теперь он стал еще ближе к своему кумиру. Теперь он тоже кинозвезда. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу две тысячи лет. Почти все артисты, занятые на съемках, как и Цой, не профессионалы. Для достоверности Рашид Нугманов даже не разрешает заранее читать сценарий, заставляет импровизировать. И Виктор играет так, как считает нужным. Он как-то очень совпал с этим персонажем, именно своим очень легким отношением к жизни, ироничным. И мне кажется, это так очень транслируется в героя. То есть, по сути, он играл самого себя. То есть, если бы он попал в такие жизненные обстоятельства, наверное, он бы так себя и вел. То есть, он не создавал какой-то новый и непонятный для него образ. Он, наверное, так вот просуществовал в этой всей истории, если бы она случилась в его жизни. В картине множество совпадений с реальностью. Персонаж Цоя немногословен и тоже поклонник черного цвета. А подруга главного героя, Дина, очень похожа на возлюбленную Виктора, Наташу Разлогову. Вполне достоверно выглядят даже боевые сцены. В эпизоде, где герой Цоя Моро лихо дерется с наркоманами, он действует настолько профессионально, что многим кажется, это дублер. Но музыкант играет сам. Уже несколько лет он занимается восточными единоборствами. С тех самых пор, как увидел на экране своего кумира. Брюс Али. Такого успеха никто не ожидал. После выхода на экраны фильма «Игла» в стране начинается киномания. Тысячи подростков стригутся под Цоя, одеваются в черные и учатся играть на гитаре. «Игла» занимает второе место в отечественном кинопрокате. А на фестивале «Золотой дюк» в Одессе Виктора Цоя признают лучшим актером года. Теперь он тоже кинозвезда, как и его легендарный кумир. Он идентифицирует себя с Ли и готовится к уходу невольно, не осознавая этого. Так же, как и это происходит с Брюсом Ли в этом же возрасте. По некоторым воспоминаниям он говорил о смерти незадолго до того, как это все произошло и проводил некие параллели между своим имиджем кумиром и собой. Вот здесь то самое сращивание судеб, самореализующееся пророчество, когда человек закладывает в себе эту пуху. Портрет Брюса Ли по-прежнему повсюду сопровождает Цоя, а его увлечение восточной культурой набирает обороты. Он с удовольствием погружается в таинственную атмосферу древних традиций, но однажды нарушит священный закон и обречет себя на гибель.